Но в Тюмени набирает обороты банк еды. Активисты собирают у предпринимателей ненужные продукты питания и раздают многодетным семьям. Напомню, идею создания проекта поддержала общественная палата региона. Ведь одна из главных задач организации – помогать вставать на ноги полезным инициативам. Рассказывает Лариса Соловьева. Традиционное соревнование «У кого длинней коса». Участвуют и девочки, и их мамы, и в этом году впервые папы. Рядом проходит конкурс рисунков на асфальте. В программе праздника «Дню защиты детей», который проводят многодетные родители, насыщенная программа. И победителей тоже будет много. 50 семей, 250 детей. И всем нужны призы и подарки. Хочется как-то так вот отдохнуть, чтобы не говорили, что твой ребенок больше всех съел мороженок. В смысле, твоя семья больше всех съела мороженок. А у нас есть семьи, где 14 детей. Понятно, что на однодетную семью или на многодетную выдать – это большая разница. И многие праздничные деятели, они печалятся, когда мы приходим. Кроме спонсоров, в этом году поддержал мероприятие вкусными подарками «Тюменский банк еды». Суть его работы в том, чтобы собирать у предпринимателей ненужные продукты питания, которые из-за поврежденной упаковки убирают с прилавков, или товары, которые не пользуются спросом. Этот принцип многодетным хорошо знаком. Они сами уже много лет так работают с продавцами и производителями. И именно в альянсе некоммерческих организаций родилась идея такого банка. Общественная палата Тюменской области – одна из ее главных функций – это поддерживать социально значимые гражданские инициативы. Поэтому, когда проект «Банк еды» начал реализовываться, естественно, это привлекло внимание общественной палаты и сформировало определенное желание поддержать этот проект. Поэтому в рамках существующей профильной комиссии по социальным вопросам и демографии общественной палаты Тюменской области этот проект был рассмотрен, одобрен и поддержан. В первую очередь помогли с юридической экспертизой и получили одобрение всех контролирующих инстанций. Основными получателями помощи станут нуждающиеся в ней члены некоммерческих организаций. Но обратиться могут и другие малоимущие. Мы на начальном этапе. Банк еды только стартовал буквально месяц, полтора назад. И сейчас мы набираем обороты. То есть есть еще совместно несколько проектов, которые вот-вот появятся. Сейчас в разработке проект по укреплению добрососедских связей. Столы накроют банк еды. Лариса Соловьева, Алексей Безделов. Тюменское время.